всем доброе предоброе утро сейчас буду завтракать я вчера достала рыбку из морозилки она уже разморозилась авокадик один рыбка бутик сделаю и будет у меня такой вот завтрак для начала правда разберу посуду которую помыл муж вообще сегодня с утра мне не давали спать то чарли начал туда сюда то ему открой дверь то закроет дверь то он выйти хочет и он зайди вы захочет а он знаете если дверь закрывается утром чтобы меня не будить муж а чарли хочет со мной спать в том он слышит что там что-то делает он так дверь карабкает шкваркает чтобы ему открыли научился вот так вот делает может слышать что он так делать ему Открывает дверь И вот они все утро Я уже говорю, забирай его Не открывай ему большую дверь Он уже говорит, шаркает лапой Я говорю, пускай шаркает Что вы думаете? Он шаркал-шаркал и сам открыл ее Опять ко мне пришел В общем, да, потом Я начала уже, думаю, вы мне спать не даете Он говорит, я уже ухожу Я говорю, слава богу, и все И дальше мы спали хорошо Наверное, до 9.30 Вот, сейчас у меня в планах пойти Позавтракать И пойдем пешкарусом на пляж Погуляемся там Спортом позанимаемся Тут до пляжа у нас 3 километра Так что это все быстро И потом что? И потом пойдем пивасико попьем Так что, такие дела Такие планы Авокадо я, кстати, вот так разрезаю Эту половинку съем А эту половинку я вот так полила лимоном И сейчас заверну пленкой Прямо с косточкой И он не почернеет Прямо с косточкой Ну вот я и на пляже Море спокойное Вы знаете, вот все в Лиделе хорошее, качественное Кроме поводков Вообще, вот сколько я не покупала моих Страсть 4 или 5, наверное И они все ломаются Вот этот вот просто даже тярли не тянул Ничего, просто шел-шел И что-то раз И она уже не затягивает назад В общем, сломался А он новый совсем Я считаю, с ним не хожу У меня есть еще в машине один Но тоже сломанный Представляете? А я как-то в обычном магазине покупала Для собак, где все Ну, долго я с ним ходила А это вот взял и сломался Вот так вот Ну, благо вот сломался Прямо перед пляжем, перед набережной А тут он у меня без поводка ходит Тут нет машин, поэтому Безопасно, скажем так Вот таким образом Прибляжные Барчики и рестораны Защищают своих клиентов От промозглого Морского ветра Есть специальные еще Загородки такие прозрачные Как пластиковые Тоже ставят И вот таким образом Там можно сидеть Кушать, попивать Пиво с тапами Или Или какие-нибудь коктейли Так, зонтики Летом от солнца Зимой от ветра Видите? Так, и все Конечно, все равно Не так задувает Но есть А мы все, идем Сейчас уже придем На наш финальный Участок И приедет муж за мной Потом, наверное, позвоним сестре Одна сестра сегодня Поехала Дочку отвозить В Малагу Она у ней Живет На Канарских островах Точнее На Тенерифе Вот приезжала на Рождество И вот они ее повезут А вторая Она у меня Которая Приходила ко мне краситься Она деньги забыла Я говорю Ну вот оплатишь мне Пивом Ну это в шутку Естественно Конечно, я ее без денег бы Но они мне всегда платят Сестры Даже когда ко мне приходят Как говорится Родство родством А деньги к деньгам Но в этот раз Она говорит Я так спешила Что забыла ключи Деньги Все Я говорю Ну ничего, расплатишься Они все равно Нас в каждое воскресенье угощают Поэтому как бы Смысл Ну вот я сказала Не знаю Заедем За ней не заедем Может быть у нее тоже Какие-то дела там будут Хотя навряд ли Все-таки воскресенье Лишь для того Чтобы отдыхать И ничего не делать Правда мы с Чарли Столько сегодня Прочапали Что Что это нельзя назвать Ничего не деланием Там море Ветер есть Но небольшой такой Ну блин Знаете как Вроде как и жарко Но снять не Вот эту вот Мою кофту нельзя Потому что ветер Такой прохладненький Скажем так Вот и так и иду Лоб сырой Спина сырая Но не жарко Но я еще быстрым шагом Поэтому крупно Да Да Чарли Он уже устал Ему уже по барабану Уже идет так Знаете Когда выходим из дома Он прям бежит Везде все рассматривает Везде бегом А сейчас так Идет уже в развалочке Там понюхает Тут понюхает Субтитры сделал DimaTorzok Немного моря в облок Шумит Переживает Море Море Видите Сколько коряк Там перевыбрасывала Вот так вот Все съедает море А потом каждое лето Все это опять Начинают Восстанавливать Это кстати Резиденция Бельгийских Королей Каждый раз Как тут прохожу Каждый раз Об этом говорю И вот мы идем Песка тут Нанесло Много людей Гуляет Вообще Прям спортом Занимаются Вообще Очень много Тут трактор Видите Что-то пытался Сделать Но не особо Что-то получалось Я вообще не люблю По песку ходить Потому что потом Полные кроссовки Будут этого Песка Ну да ладно Нам осталось Вот до того Ресторана Дойти И все И путь Пройден Этап Завершен Вот тут Вот где Видите Здесь когда-то Заканчивался Асфальт Здесь все было Асфальтировано И поэтому Здесь удобно Сейчас вот так Идти Но С годами Море Все это съедает Съедает И вот Асфальт Тоже был Сожран Сожрали его Природная стихия Никто не отменял Против воды Не попрешь А там вдали Альмунекар Там Ты где-то там За горизонтом Ты где-то там Больше золотых Что там Золотых-то Не было Неужели Ты где-то там Ты еще Далеко О, люди загорают Смотрите Вот так вот Может даже Купаться полезут Не Мне лета хватает Мы как всегда В нашем баре Вся резва называется Вот тут дали Всякие осьминожки Рыбка И как всегда Безалкогольное пиво Всем приятного пить Мы уже дома Попили кофе И сейчас Пойду я наверх И покажу Заодно Белье снять И покажу Заодно вам Свой огород Кстати я Кое-куда Сейчас прям Уже вот Буквально На Ну через час Где-то Кое-куда Поеду Так что Оставайтесь на связи Мы будем вместе У нас что-то Как-то пасмурно стало Сегодня не особо тепло Знаете Видите Стреляет Чарли вообще Сюда не хочет Подниматься Стреляют Так Мой огород Мой огород Нет Земля сырая Выливать не надо Почему-то Желтеет Укроп Ну Может быть У него Адаптация Такая идет Посмотрим А салаты Прям принялись Вообще Зашибись Блин Слушайте Холодно Когда солнце Прям жарко А сейчас Видите Как все пасмурно И холодно В общем Знаете Куда я приехала В альмоникор Мы в общем Договорились С подругой Встретиться Чайку попить Сейчас зайду В русский магазин Смотрю Есть ли селедка И что-то Мне прям так захотелось Селедки под шубой Обожаю этот салат И может быть Даже на Новый год Сделаю В общем Море Море Да Вот так вот Муж говорит Такой Говорит Надо иметь Огромное желание Чтобы поехать В альмоника Попить просто чаю Я говорю Ну так Не так уж далеко Находится Этот город Чтобы Возбудить Себе желание 20 минут Даже меньше Я тут Правда Здесь с парковками Всегда труба Ну ничего Я кое-как нашла Видите Там уже Рыбку ловят Местные торговцы Ну не совсем Конечно местные Но Торговцы Скажем так Вот Видите Выходцы Из Африки А там Рыбаки В общем Я погнала В русский Он по-моему До 7 Я бы еще Знаете Что пельмешек Купила Я хотела Завтра Пойти в магазин Купить мясо Чтобы Наделать Фарш И налепить Самой пельмени Но Так как Машину Забирают А на себе Я его не потащу Приходится Придется Отложить Эту историю Но пельмени Мне нравится Всегда иметь В холодильнике На тот случай Когда неохота Готовить И с работы Пришел Или там Муж мне позвонил Говорит Я не приеду На обед Я раз их закинула И в общем Все готово Так вот Прогульнусь Пробздюсь Я тут пару кругов Вот так Надавала Чтобы Припарковаться Но нифига Это туристический Город Поэтому Здесь всегда Даже зимой Дофига Народу До новых встреч Кстати, кому интересно, русские находятся вот, где крест на, ой, как же этот пляж-то называется, в общем, он туда подальше Лос-Бахос, и там вот крест Вальмонекари, он, в принципе, знаменитый, вот на эту гору лазишь, и там крест такой, и вот написано, Чучес Дульсия Саврина, Саврина, да, и там вот есть все, и русский магазин в том числе, там разные мармеладки для детей, Ну, так что, пойду, спрошу, до скольки она работает, там девочка русская, Кристина зовут, и вот прямо напротив этого креста, смотрите, тут все только нету, матрешки, матрешки, взяла печенье овсяное, и вот это сейчас селедку возьму, две штучки, Творог, наверное, еще возьму, тут кимчи, вот все, ну, как все девчонки, которые в группе, хвалят ее, говорят, вкусные, но я острое не люблю, поэтому сейчас спрошу, острое она или нет, еще ни разу не пробовала, но прямо у девчонки хвалят, и капуста тут у нее разная, в общем, В общем, не надо никак не ехать в Россию, чтобы что-то купить, конфеты, что хотите, что хотите, и зефир, и пастила, и цены, мне кажется, ну, может, чуть подороже, но это естественно, ну, в принципе, Смотрите, и эти, кстати, прикольный в подарок, почем они интересны, и ложки, и все, сейчас спрошу, ни почем, таки, на сувенирчики можно для этого, на Новый Год рождались, Вот тебе и огурцы, и даже масло, прикиньте, нерафинированное, это, наверное, с запахом, и квас, даже уксус, прикиньте, а вот, вот эти, кстати, я брала армянское, очень вкусное приправа, и со гранатовой, и сода, даже сода, прикиньте, чем вам не лента, самое настоящее, И семечки, вот, кстати, от Мартина, тоже тут есть, в общем, все есть, сейчас она освободится, там какой-то бомжик пришел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это вот такое место, Лос-Бахус, на пляже, где разные барчики, дискотеки, там можно писать, здесь можно выпить, что вы хотите, везде террасно, сейчас не знаю, где моя подруга, сейчас буду звонить, смотрите, круто? Так, буду звонить, потому что не буду же я в каждое заходить и спрашивать, ты где, ты где, ты где, с селедкой-то, с селедкой Там дальше вот целый, целый вот так вот пассейл этих баров и дискотек, в каждом случае, музыка, там вот наверху тоже можно гулять, а тут вот море Смотрите, как красиво, вот я про какой крест говорила, видите, он прямо на скале, вот на этой, там вот такой Вот так выглядит классно Мы так классно посидели, повыпили по кофейку, в эту ночь я не усну Это Зарина идет с сыном Потому что я сегодня два кофе выпила, сейчас, наверное, пельмени пойду куплю Вообще классно Конечно, отдаляет камера Вот так вот, здорово Смотрите, сколько народу здесь идет, гуляет Покружилась 20 минут или даже больше А парковалась в Куево-Кукуево Этот кобздец какой-то, парковки вообще нету Сейчас, знаете, заподлянка какая будет, прихожу рядом с домом И у меня будет место рядом с подъездом Так всегда такая заподлянка, кружишься, кружишься, нифига нет парковки Как только уедешь или найдешь, где-нибудь далеко приходишь, а она, оп, рядом с домом с твоим У вас такое бывает? У меня постоянно И так потом это бесит Ну ничего, пройдусь немножко Вот, ну тут 5 минут идти где оставила Ну мы же как привыкли, оставлять машину прямо вот около дома Нам же не надо где-то там далеко Нам надо вот прям, чтобы вышел и машина стояла Но это плохое время, когда, ну около 8, когда приезжаешь домой, то парковку очень трудно найти Пельмени мои, главное, чтобы не растаяли Ну ничего с ним не будет Думаю, что не растает В общем, да, иду домой, блин И все, знаете, машины кружатся, кружатся, ездят, ищут где бы прилепить свою машину И негде Вот пельмени купила сибирские 10 килограмм, стоят они 8 евро Ну, сказала, вкусные Такие вот сухарики Вот эти вообще они обалденные Там такой вот соус, но они, наверное, в России тоже продаются В общем, в такой специальной этой В общем, вкусный должен быть Овсяное печенье Я хотела с России привезти, забыла И две селедки Сейчас поставлю картошку вариться с морковкой И вот завтра, наверное, да, забацую селедку Сейчас будет мне вот такая вкусняшка Ммм, пахнет обалденно селедка Вот мои овощи на завтра Морковочка Картошка Что туда еще надо? А лук, лук есть В общем, все есть Завтра забацую селедку под шубой Ммм, вы любите селедку под шубой? Я обожаю Вообще, например, я не знаю Это самый, наверное, мой любимый салат Потом идет крабовый Вот, ну и все Больше-то особо таких при... Новые, знаете, есть уйма всяких новых салатов Но мне как-то они не заходят Вот даже оливье мне не очень А вот селедка под шубой Это просто нечто Особенно на 1 января Это мечта каждого человека Я так думаю В общем, пойду я сейчас уже почти все домонтировала Буду с вами прощаться до завтра Встретимся с вами завтра У доктора У доктора По магазинам похожу В общем, да Завтра у нас уже 30-е О, совсем Совсем Новый год-то ушел Второй год ушел Новый уже на подходе А у меня как-то еще не ощущается А у вас Вообще, вообще, есть... А вообще, в России выпал снег Я вот что-то на новостях еще не смотрела Я не знаю, там снег есть или нет Может быть, там все еще нет снега А еще мне сегодня подруга сказала, что вроде бы, наверное, в Москве с какого-то севера закупили на сколько-то там миллионов евро снега. Мне кажется, это абсурдным, потому что, говорю, есть же разные машины специальные, которые вырабатывают снег. В общем, слухи или не слухи, я даже не знаю. Но она, говорит, в Инстаграме видела, что да, в Москву закупили много-много снега на много-много миллионов евро. Бред, да? Ну, фиг его знает, все может быть. Разгоняют же тучи самолетами. Я тучи разгоню руками. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.